Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 26 апреля, Православная Церковь совершает память мученицы Фомаиды Египетской. Святая мученица Фомаида родилась в городе Александрии в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать священное писание. В 15 лет юную отраковицу выдали замуж за рыболова, тоже христианина. Молодые супруги жили в семье родителей мужа, где святую Фомаиду любили за кротость, незлобие, доброту и целомудрие. Свекор святой Фомаиды по наущению дьявола пленился ее красотой. Когда его сын ушел ночью на рыбную ловлю, он стал склонять невестку ко греху. Напрасно святая Фомаида увещевала обезумевшего старика, напоминая ему о страшном суде и о наказании за грех. Разъяренный твердостью святой Фомаиды, он в безумии схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая Фомаида твердо ответила, если ты даже рассечешь меня надвое, я не отступлю от заповеди Господней. Ослепленный страстью свекор взмахнул мечом и рассек святую Фомаиду. Святая приняла мученическую кончину за свое целомудрие и верность заповеди Божии в 476 году. Убийцу постигла Божия кара. Он мгновенно ослеп и не мог найти двери, чтобы убежать. Утром пришли друзья мужа святой. Они открыли двери и увидели тело святой Фомаиды и окровавленного слепого старика. Убийца сам сознался в своем злодеянии и просил осудить его на смертную казнь. В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближнего актодекатского монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал, «Это отраковица мне и вам мать. Она умерла за чистоту». После торжественного погребения преподобный Даниил возвратился в свой скит. Вскоре один из молодых монахов стал жаловаться ему, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти и помолиться у гробницы святой мученицы Фомаиды. Инок исполнил повеление старца. Во время молитвы у гробницы он заснул тонким сном. Тогда ему явилась святая Фомаида и сказала, «Отче, прими благословение и иди с миром». Проснувшись, инок почувствовал радость и мир в своей душе. После этого плотская брань больше не смущала его. Авва Даниил объяснил ему, «Благословение – дар мученицы целомудрия. Такое дерзновение имеют перед Богом подвижники чистоты». В последующие времена многие находили у гробницы святой Фомаиды освобождение от страстей и духовную радость. Мощи святой мученицы Фомаиды были перенесены в Константинополь, в один из женских монастырей. В 1420 году их видел русский паломник Иеродиакон Зосима. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священомученика Артемона Пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента из Мир Ликийских, преподобно мученице Марфы Тестовой. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Пусть великодоровитый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам здравие телесное, спасение душевное. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос! Субтитры подогнал «Симон»!